всем здарова ребят ну что у нас сегодня очередной тройничок уже двойное проникновение у нас прошло успешно сегодня у нас будет тройничок будем пробовать пройти дальше эти раз зафармить новую локацию уже уже она наверно не новая но все равно многим ее сложно фармить точно так же не можно ее пройти есть моменты от которых нифига не спасает спасибо джи джи вы красавчики так давайте немножко героев отправим пытался пройти волк волны вчера еще вечером после стрима разные варианты поставлю потестируем сегодня с вами миша не хочу его взять может он нам приходится так как он станет может будет хоть какой-то от него толк в общем посмотрим поехали посмотрим что у нас сегодня получится франка не будем брать берем огня к косма пока возьмем но под вопросом фрея землерой принципе тоже берем 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 мэри однозначно мешание и вот бард насчет барда я конечно арт у меня под вопросом стоит ли его вообще брать может попробовать кого-то другого вместо него но он уже принципе в пачках очень круто смотрится у нас есть еще интересный чтобы нам там помог махатма а потом лишь поможет если что оба как вариант он не будет давать заряжаться но мне кажется давайте фокус вот такой вот вариант у вас будет окей с единственная их до собираю на фобу сразу ремочку поставим чтобы он сразу у нас включался здесь он сливаться так быстро не будет так что мы возьмем овник зефир однозначно мишаню поставим поставим фобушку и давайте поставим ворожая вот такой вот вариант первый тестовый так из первой пачки у нас и путист о культиста тут лучше блять бешеная пачка и джи вы конечно красавчики но с первого же только заходе кого на сразу же полная жесть посмотрим сейчас попробуем но это первый первое второе она более-менее проходится до фрое поставить пакт фрое собрано под волны было с владушкой сейчас мы переделаем на максимальный урон чтобы она быстрее ушатывала у пока держится это пока 6 героев топовой прокачки не могут ушатать одного ну только здесь такое возможно было фрое я как обычно собираю все на урон и на крит потому что надо чтобы потом в итоге вылетали хорошие плюшки пусть будет пока ритуал точнее обряд так а сюда мы с вами поставим ту силу поехали попробуем еще по борику зафармить самое главное не попасться опять на ту же самую срань что и раньше было видите вот чем плюс есть мешание здесь сразу же их станет и не дает им двинуться фаба у нас забирает энергию и не дают быстро заряжаться пересла там есть немножко плюс правда я не знаю ли это будет помогать против всех пачек но по крайней мере против некоторых думаю будет помогать так похуй насрать идем сюда я хочу здесь попробовать данный вариант тоже но вот смотрите отлично оккультисту не дали вовремя набрать энергию он не дал щи соответственно мы без проблем слили пять героев ну зефира могут быть проблемы если он с маской то придется все таки ставить мэри без мэри здесь сложновато будет против там фрей против зефира особенно у которых маскировка плюс выживание это будет печальненько так крит у меня такое чувство слился у нас это слился что надо еще сюда брать и тестировать пробовать хотя бы одну один разброс и разброс причем 10 чтобы был забор энергии сразу же у нескольких у корка корка такое вот разбросом сразу сработает не даст набрать плюс фаба ударит вывод вариант попробуйте не помню у меня есть на ком-то разброс быстренько пролистаю можем принципе сделать один разбросики поставим его сразу же на тихая по сути толку от него никакого нет а вот с 10 разбросом 4 героя не получит энергию и плюс фаба если правильно ударит ждутся получиться нормально интересно вот забрали энергию фабушка у нас ударил но фабушка тёж ты дохнешь так бро надо сразу ставить этого варианта нет надо ставить вооружая ревночного чтобы сразу же включался ну что урон прилетает и пока раздуплится то это все печально так ставим сюда ремку то есть такой вариант у нас получается четыре героя сразу получают по сути минус все равно сливается насрать все равно их считают как бы принципе они и не заряжены то есть тут тоже нюанс есть пока они вступают в бой хрен его знают надо тестировать но такой вариант этот забирает и фаба у нас по сути не дает набрать быстро но как видите фаба сливается очень быстро какие все герои уже половины героев просто тупо нет хотя только первый этаж вроде казалось бы ничего такого сложного даже тут же самый зефир и там с отражалкой паху 6 смотришь на вот эту вот всю дичь и понимаешь куда ты попал топовые герои просто уже это ребят это уже первое это не третий этаж это первый просто бред так выбираем у нас все равно сливается пробуем ставим оккультиста но с оккультистом как бы у нас повеселей то что он превращает входящий урон в отхил но опять же посмотрите мы его пачку еле-еле по чуть-чуть разбираем у нас уже слился опять послевались бред какой-то реально ворожай слился что он фредом может по 200 ну фаба как вариант блин не знаю насчет десятого разброса этого конечно он сейчас допустим он не дает там заряжаться фаба оккультист два героя с уклонениями просто улетели нафиг ворожай оккультист землеройка с маской это интересно в принципе неплохо себя показывает в плане станок можно конечно и драйка было бы поставить но у этого хотя бы есть ограничение иммунитет что немаловажно берем крита будем просто разносить так у меня тут варианта нет только сюда нападать из оккультиста блин но фаба мне нравится реально нравится то что не дает набирать очень большой плюс кидывает молча джамбик станет зефир у нас за счет 10 10 разброса забирает энергию спи вариант довольно таки неплохой вот видите в стане стояли в принципе мы продержались неплохо знаю что дальше сейчас будет но молчанки вот проскакивают возможно фаба здесь или даже будет по актуальнее чем некоторые герои чем даже та самая землеройка у него есть защиты больше плюс он не дает набирать энергию это очень важно отлично топовую пачку развалили так у нас все восстановлены поехали неплохо так слил слился смотрите как они просто тупо слились это жесть и джи джи как обычно удивляет ворожей фаба мишка чая каретаны беру и буду просто улетать в космос увидите вариант вариантов особо честно говоря сори ребят вариантов особо много честно говоря нет так что у нас тут такой тест надеюсь вы не оглохли блин тут вообще мэри не знаю нападаем сюда и там где есть оккультист спикос мы должен а и тут и тут сливуны и там сливуны мы должны затащить мэри может тут ударит пару раз нормально есть и 300 200 такое себе что она не особо много и выбивает честно говоря по моему у него там отхила больше косма у нас улетел не знаю не знаю видите получается без крови нереально здесь бегать либо самоцветы потому что не хватает просто так мы в пять героев напали с другой стороны если они уберут эту привязку и все будут бегать то по сути мэри ну и так я думаю что ее можно будет если они не будут опять же как в острове менять награды это будет не проблема ее собрать в принципе без разницы на какую нападать пачку подержимся ну все наши планы то что я я хотел как видите вниз а ронин пляет повезло 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 не работает то что не держится все равно эти герои они сливаются и казалось бы фоба должен стоять подольше чем некоторое но к сожалению чалька ухты пачка хороший даже не буду нападать зато напал на ронина тоже красавчик ронина будет отхил мега эпический мы просто будем посасывать лапку не ушатали ронику но это как то странно честно скажу что как то так легко они даются все а он соживая еще я набрал крита может это будет спасать нас то есть если раз хоть попадем если там такие удары пролетают странно пока пока тащим чем у нас по бонусам 980 не так уж и много честно говоря вы видали удар от бугимена половина героев просто ушла нафиг мари ушаталась сразу же да хотя в принципе если учитывать то что мы прошли первый этаж на второй получается у нас кровь есть но это опять же это все херня вот у нас вот три героя на которых однозначно надо мэри то есть без нее вы хрен его знает или сможете пройти либо кучу недомоганий как у меня вот сейчас это видите они хилятся в принципе минус один сделали возможно и разброс этот реально нужен но смотря на какого героя на зефира например он мы бьем мы его больше заряжаем хотя я не вижу там чтобы он так особо тоже не ну в принципе вроде вроде и бьет но не так часто попробуем без мэри тут это наверное без варианта даже два героя мы их не сможем слить ну проверим сейчас посмотрим пара же это в принципе наших будет хилить хватит ли нам дамага если там маска и этот ну отлично зефира ушатали красавчики землеройкой по идее должны ушатать и фрейм без проблем смотрите сколько у меня критрейта уже еще 120 и 30 процентов атаки рискнем напасть на такую пачку вопрос оправданный ли реле и риск этот будет потому что фоба плюс оккультист это можно просто зависнуть но опять же у меня 10 разброс то есть один герой по-любому не будет заряжаться так как должен возможно это и спасает в данном случае надо будет еще корку эмблемой потестить хотя тут столько дамага у героя посмотрите что фоба делает еще нормально держится у нас выражая слили но пока как видите без без крови держимся до последнего и мили ройка и вооружай ушли делаем критрейт за пачки это же вы чё и калываетесь посмотрите мы и даже герои их там по сути сейчас не не знаю не пробили изначально но критрейт я вам скажу блин довольно таки неплохая тема смотрю плюс атака реально криты хорошие вылетают и урон классный так это чем застряли это у нас вроде не фрея роза что ли это не убиваем опять ребят не вижу пока 35 супер пэт 35 супер пэт походу придется нам по-любому обновляться потому что мы ничего там не сделаем и мэри ставить если там фрея не вижу там голубей если роза то конечно жесть да роза эти джи я вас люблю так чем пробуем купим такой вариант по максимуму без проблем вообще видите молчаночка и все отлично не дали набрать энергию не дали включиться и все как по маслу пошло ну а дальше опять начинается трэш но землеройка реально землеройка фоба мне очень здесь нравится без них наверно здесь энд бы прошел некоторых ситуациях так чё там опять та же фигня но землеройка по идее он должен блочить фрейм уже показывал там даже маска не спасает землеройка недомогания ну смотрю все равно побывают моменты отхиливается это мясо это все я скажу да без потерь у нас не обошлось скажем так сколько у нее жизни смотрите сколько она дома получает и мы еще не убили отхилилась опять на фул точность тоже нужна хотя в принципе землеройка должен блокировать нормально возможно обычным ударом он просто миссает успевает заряжаться ну вот такие случаи есть вот такой вот герой и фрейм сейчас должна в пару залпов просто улететь но это не точно смотрите 3 ляма там пролетела это то что я видел крит из 2-3 удара и она улетает надо чтобы еще море попала без проблем так как это восстановим это там пачка лучше другой так мэри улетела насколько я вижу придется опять восстанавливаться другого варианта нет половина героев просто улетела ну разброс не знаю разброс мне нравится однозначно разброс десятый я как минимум попробую на следующий раз взять еще один разброс сделать десятый то есть чтобы минимум два десятых разброса было по двух краях по идее на двоих героев должны обезвредить то есть возможно так будет попроще даже сейчас перезайти с вами все равно 30 минут фарм 30 минут это просто пипец в принципе мы на самом сложном уровне на топовой силе поэтому тут нормальное явление наверное сюда надо оккультиста ставить за культиста они что-то сливаются очень землеройка здесь бесполезно все равно даже не Lagoon . . . . . . . . Ну, теперь у нас нет усмотра. Зато у нас есть плюс. Мы не должны так быстро слиться. Видите, оккультист включился. Он, в принципе, защищает, получается, всех героев. Мэри не так быстро сливается. Не сливается Мэри, мы сливаем и Зефира Вражеского, и Фрей, и Огника. Всех, у кого есть ограничения. То есть, оккультист однозначно тоже должен у вас быть. Блин, охренеть, какой там урон проходит от Мэри. Офигища, честно говоря. Это я что-то погорячился, походу. Хотя нет, посмотрите, вот реально. На Зефире 10-й разброс, и мы без проблем их шатаем. То есть, оккультист не успевает, вражеский, так вот включаться, как раньше. Хотя у него и быстрый набор, но все же, посмотрю, они уже не настолько опасны, как раньше. Что у нас получилось? Мы потратили одну кровь. Так, а тут вот интересно. У нас что-то прям, прям разваливают, смотрю. Жесть. Это просто бесец. Какие должны быть здесь прокачки, чтобы без проблем проходить? Я даже не знаю, что для этого надо. Я даже не знаю, что для этого надо. Посмотрим, как мы их разбираем. В итоге у нас остался один бедненький Зефир. Он тут их не разберет. Надо пробовать, наверное, все-таки ставить сюда Космо, чтобы он заблочил. Попробуем без Мэри. У нас, в принципе, Зефира нету. Только проблем, ну, огнек блокируется, по идее. Ну, вот. Даже, как видите, Космо. Не особо спасает. Вообще просто налегке нас разобрали. Короче, трэш, ребят. Ладно, буду потом пробовать. В общем, такой вот веселый третий походик. Ну, в принципе, какие плюсы? Можно брать Мишаню, это Стан. Это изначально вы можете первыми ударить. Разброс тоже показал, я думаю, себя хорошо. Но я решил протестировать Фобу. Тоже в некоторых случаях он спасает и нужен. Просто, что же дальше? Может, попробовать Мишаню. Я попробую. Может, с Мишаней будет выкруче. В принципе, они должны поставиться, по идее. Посмотрите, Мишаня вообще вытащил. Сейчас вывез. Вот вам польза от Мишани тоже есть. Вообще, налегке. Они, правда, опять же, посливали половину, но мы там тоже слили дофигища. Ну, вообще супер. Мишка тащит. Тут сейчас разбросик нас должен спасти, по идее. Я что-то не вижу, чтобы он особо спасал. Надо еще, наверное, на Фрае попробовать. Будет разброс сделать. Чтобы два героя было с разбросами. Будет интересно. Жесть, сколько там урона. Посмотрите, какой входящий урон. Просто смешно. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Зефирнор слился. Просто супер-мега-отник. Ну, придется использовать уже, думаю, здесь. Либо перезайду. Попробую еще разок. Раз на раз должно повезти. Все. Всем удачного прохождения. Всем пока.